Выделение структуры Управления культуры, спорта и молодежной политики, отдельного независимого управления спорта, утверждение прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год и распределение дополнительных денежных средств на ряд приоритетных направлений развития городской инфраструктуры. Эти и другие вопросы на первом в новом году заседании обсудили депутаты городской думы. Эрнест Бавшина расскажет подробнее. Первый вопрос повестки дня – внесение изменений в устав города. Поправки коснутся статьи «Права органов местного самоуправления» и статью «Муниципальные выборы», где были заменены сроки проведения единого дня голосования. Ранее это был октябрь, теперь выборы будут проводиться в сентябре. Следующий вопрос – внесение изменений в структуру администрации. Предлагается выделить в отдельное учреждение управление физической культурой и спорта. Дело в том, что на уровне правительства страны и Ямала уделяется серьезное внимание сохранению здоровья граждан. В Муравленко сегодня активно строится культурно-оздоровительный центр, планируется построить многофункциональный спортзал, дополнительные залы для уроков физкультуры и ряд других сооружений. И мы прекрасно понимаем, что вот это развитие инфраструктуры ставит перед нами новые задачи в части необходимости усиления кадрово-управленческого потенциала отрасли физкультуры и спорта в нашем городе. Депутаты поддержали инициативу администрации единогласно. Окончательное решение вступит в силу в мае. Причем за сотрудниками управлений сохранится непрерывный стаж работы, а график отпусков и уровень заработной платы не изменится. Далее депутаты внесли изменения в бюджет города. В частности, были увеличены расходы городской казны более чем на 124 миллиона рублей. Деньги пойдут на реализацию мероприятий по социально значимым проектам. На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы приоритетные объекты капитального строительства в городе Муравленко 59 миллионов 430 тысяч рублей. На реализацию муниципальной долгосрочной программы улучшения жилищных условий граждан, проживающих в городе Муравленко 39 миллионов 828 тысяч рублей. На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы поддержка дачного некоммерческого товарищества «Дружба» 10 миллионов рублей. На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы создания условий для эффективного использования муниципального имущества 5 миллионов 376 тысяч рублей. Кроме этого, полмиллиона выделено детскому саду «Дельфин» для приобретения специального оборудования для детей-инвалидов. Часть средств пойдет на реализацию программы «Электронный муниципалитет». Депутаты поддержали вносимые поправки в главный финансовый документ города. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник. Новости нашего города.